Астронавты и космические аппараты не раз проводили потрясающие фотосессии Земли. Одним из лучших считается снимок экипажа Аполлон-17 с расстояния более 29 тысяч километров. Его назвали «Голубой мрамор», и Земля получилась действительно похожей на этот блестящий камень. Но наиболее знаменитое изображение – бледоголубая точка. В 1990 году его сделал зонд Voyager 1 с безумно далекой дистанции в 6 миллиардов километров. Земля на фото смотрится как еле видное голубое пятнышко. Нетрудно догадаться, что нежно-голубой цвет на снимках планете придает вода. 71% поверхности планеты покрыта океанами. Мы воспринимаем это как данность и редко задумываемся, откуда взялась вода, без которой наш мир был бы безжизненной пустыней. Между тем, эта загадка давно сводит с ума ученых. Что им уже известно? Давайте отправимся в наше очередное условное космическое путешествие и все выясним. У вас, конечно, возникнет вопрос, при чем здесь космос, ведь речь о Земле. Но, возможно, во всем замешаны таинственные древние планеты или некие другие небесные тела. А сейчас к делу о земной воде подключились еще более далекие миры. Однако, прежде чем лететь в космос, просто прогуляемся по окрестностям возле своего дома. Где бы вы ни жили, неподалеку найдется озеро, река или море. Из всех каменистых планет Солнечной системы только на Земле есть огромные водоемы. Этим мы обязаны уникальному положению нашей планеты. Она находится на достаточно комфортном расстоянии от Солнца, известном как обитаемая зона. У нас не столь низкие температуры, чтобы вода замерзла, как на Нептуне. Но нет жары, как на Венере, превращающей жидкость в пар. Однако, откуда на Земле взялось столько воды – большой вопрос. Его суть в том, что наша планета формировалась глубоко внутри снеговой линии, в раскаленном регионе Солнечной системы, где излучение звезды испаряет жидкость, то есть в ее кирпичиках – планетеземалях – воды не могло быть слишком много. К тому же в ранней Солнечной системе шли настоящие битвы огромных астероидов. Небесные камни на огромных скоростях сталкивались между собой и разбивались на куски, которые нередко бомбардировали Землю. При этом выделялось много тепла, что тоже должно и сушить поверхность планеты. Дополнительная серьезная проблема земной воды – Марс. Еще в период формирования он получал втрое меньше солнечного излучения, чем Земля, и, как минимум в начале своей истории, должен был иметь больше воды. Однако на практике бывшее морское дно занимает менее половины Красной планеты, а у нас – три четверти. Как такое могло получиться? Вряд ли дело в меньшей марсианской гравитации, ведь на крупных лунах Юпитера и Сатурна сила тяжести слабее, чем у Марса. И все же воды там намного больше. То есть все говорит о том, что у нас не должно быть гигантских океанов. Но они есть. И поиски их источников – настоящая детективная история для науки. Чтобы лучше понять материалы дела, вспомним состав земной воды. Она представляет собой молекулу под названием оксид диводорода. То есть имеет два атома водорода и один кислорода, что кратко обозначается H2O. И когда встает вопрос о происхождении воды на Земле, прежде нужно подумать о том, откуда взялись водород и кислород. Ответ скрывается в невероятно далеком прошлом. Ведь водород существует практически с момента рождения Вселенной. Это самый простой из элементов. Внутри первых звезд было так жарко, что водород начал образовывать другие элементы. В их число входил кислород. Затем, спустя долгое время, первые звезды умерли или взорвались сверхновыми. Их элементы, выброшенные в космос, начали складываться в соединения, в том числе H2O. В Солнечной системе с самого рождения уже присутствовали молекулы воды. Но объясняет ли это огромные океаны, которыми залита Земля? Ученые не могут дать однозначный ответ. Хотя продолжают его искать, и мы к ним присоединяемся. На первый взгляд, все может быть просто. Вода попала к нам из космоса, где она и зародилась. Только какая сила перенесла ее на Землю? Самые близкие небесные тела вращаются в миллионах километров от нашей планеты. Они не горят желанием покидать насиженные места и делиться чем-то с соседями. Но есть некие курьеры Солнечной системы, которые не прочь доставить куда-то нужный груз. Мы полетим к ним, чтобы выяснить происхождение земной воды. Куда нам держать путь? Посмотрите на изображение гигантского астероида Лютеция, диаметром более 120 километров. Его запечатлел европейский космический аппарат Розетта. Результаты исследования метеорита показали, что он представляет собой древнюю примитивную мини-планету. Возраст отдельных ее частей составляет 3,6 миллиарда лет. Вот такие небесные динозавры только еще старше нами нужны. Конечно, астероиды и метеориты не ассоциируются у нас с чем-то водянистым. Но именно им самая популярная научная теория приписывает происхождение земной воды. Древние астероиды и метеориты, планеты Земали, о которых мы уже упоминали, участвовали в формировании планет около 4,5 миллиардов лет назад. Это рыхлые небесные тела диаметром до нескольких десятков километров. Предполагается, что именно они перенесли воду на нашу новорожденную планету. Правда, далеко не все космические камни представляют из себя резервуары воды. Они встречаются двух основных разновидностей – хондриты и ахондриты. Ахондриты были сильно разогреты в результате распада радиоактивных изотопов ранней солнечной системы. Вся жидкость в них превратилась в пар. Исследования показывают, что в ахондритах осталось лишь незначительное количество воды, и мы не будем их учитывать. Хондриты, которые содержат в своем составе силикаты, совсем другое дело. Они так не нагревались, и на 20% могут состоять из воды. Это не означает, что хондриты будут мокрыми на ощупь. Просто в них есть атомарные ингредиенты воды. Еще на заре солнечной системы они возникли в холодных регионах за орбитой Юпитера, где плавало много богатой водой и льдом пыли. Юпитер быстро достиг гигантского размера и стал отбрасывать хондриты на внутреннюю орбиту ближе к Земле. Большинство из них образовало пояс астероидов, а некоторые достигли нашей планеты, врезались в нее и обогатили водой. Исследователи ищут подтверждение своей теории, исследуя космические камни. В 2021 году 13-килограммовый метеорит врезался в атмосферу Земли. Его обломок весом всего в 300 граммов. Упал на дорогу в английском городе Винчком. Спустя всего 12 часов после приземления он попал к исследователям. Так что этот образец был меньше загрязнен земной водой из атмосферы, чем другие. Изучение метеорита Винчком дало потрясающие результаты. Соотношение изотопов, то есть разновидностей атомов, того или иного химического элемента, в нем почти идеально соответствовало земному океану. Кроме того, два ранее изученных метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет тоже содержали жидкую воду аналогичного состава с земным. Получается, все вроде бы свидетельствует в пользу метеоритов и астероидов. Только вряд ли они могли наполнить целые океаны. Исследования показали, что во внутреннюю часть Солнечной системы их залетает не так уж много. К нам попадают только небесные камни с сильно эллиптической орбитой. По результатам моделирования они способны занести на Землю менее 10% воды. Правда, ученые из Университета Глазго недавно несколько повысили этот показатель. Они нашли доказательства того, что вода образуется в пылинках на поверхности астероидов. Процесс происходит за счет взаимодействия между водородом солнечного ветра и кислородом в астероидах. Таким образом, количество воды в космических камнях увеличивается на 1%. Но все равно этого мало. Продолжив расследование, ученые обратили внимание на временные рамки возникновения воды. Ее химический состав указывает на невероятно далекое прошлое. По геологическим данным, возраст земной воды 3,8-4,28 миллиарда лет. Если океаны существовали ранее, никаких доказательств этому пока нет. Впрочем, улики вполне могли уничтожить геологические процессы, например, переработка земной коры. Так называют тектоническую деятельность планеты, при котором материал с поверхности погружается в мантию. И последние модели международной команды исследователей показали, что сначала формирование у Земли было достаточно воды для наполнения океанов. Это подтвердило исследование лунных образцов, собранных миссиями Аполлон-15 и Аполлон-17. Однако есть свидетельства против данной гипотезы. Соотношение изотопов воды в атмосфере и ее мантии отлично друг от друга. То есть вода образовалась из разных источников и не в одно время. Тогда ученые выдвинули теорию позднего шпиона, по которой вода залила Землю в результате рождения Луны. Однако затем подсчеты показали, что наш спутник добавил планете менее 1% материала. Это вещество не было настолько влажным, чтобы наполнить океаны. Но последние исследования подкрепили теорию. Оказалось, что в мантию вода доставлена из внешней части Солнечной системы. Отсюда появилась версия, что ее принесла гипотетическая планета Тея после столкновения с Землей. Катастрофа произошла 4,5 миллиарда лет назад и привела к образованию Луны. Одна из симуляций ученых показала, что Тея сформировалась во внешней части Солнечной системы, а не во внутренней, как считалось ранее. Она была богата водой и углеродными соединениями, которые передала нашему миру. Впрочем, эта гипотеза мало подкреплена фактами, чтобы на ней остановиться. И, может, ответ скрыт не в космосе. Он почти у нас под рукой. На Земле. Американские ученые выяснили, что вода способна образовываться без вмешательства извне. Это результат взаимодействия между первичной атмосферой, богатой водородом, и океанами магмы. Известно, что планеты Земали, которые в конечном итоге сформировали Землю, сталкивались между собой. От ударов они становились горячими и расплавлялись, соединяясь вместе. Земля тогда представляла собой кипящий океан безумно раскаленной магмы. Ну а то, что происходило в этом пылающем мире, ученые поняли. Опять же, благодаря космосу. Вернее, всплеску излучения экзопланет. Это расширило взгляд на формирование планет в целом, включая нашу. Ведь раньше у нас был только пример миров Солнечной системы. Оказалось, что первые несколько миллионов лет после рождения экзопланеты часто окружает атмосфера из водорода. Затем она рассеивается, однако навсегда оставляет отпечатки в химическом составе планеты. На основе этой информации исследователи создали симуляции обмена веществами между атмосферами из водорода и океанами магмы. Они рассмотрели 25 различных соединений, а также 18 различных типов реакций между ними. Все исследования показывали одно. Когда магма начала остывать, образовались земные кора, мантия и ядро. Тогда огромные массы водорода начали перемещаться в металлическое ядро, отчего мантия окислялась. В это время в результате химических процессов возникло очень много воды. Причем это происходило даже если представить весь строительный каменистый материал Земли абсолютно сухим. Но раз мы затронули другие небесные тела, интересно узнать, есть ли на них вода? Поищем для начала на нашей Луне. Что мы увидим на поверхности спутника? Равнину, покрытую микроскопической острой пылью, реголитом, пересеченную кратерами и горами. Но никаких рек, озер или океанов. Луне нечем их наполнить, поскольку на ней вообще нет жидкой воды. В то же время недавно в НАСА сообщили о том, что в кратере Кабео на Южном полюсе есть водяной лед, а индийский лунный аппарат Чандраян-1 в регионе Северного полюса обнаружил ледяные глыбы весом не менее 600 миллионов тонн. Они покоятся на дне более 40 глубоких кратеров диаметром от 2 до 15 километров. По мнению ученых, вода на Луне, которая замерзла, могла появиться из-за взаимодействия протонов солнечного ветра с кислородом в почве. Еще, возможно, ее принесли на наш спутник астероиды или межгалактические облака. Так что Луна не полностью сухая. А что мы увидим на самой близкой из планет Венере? Она очень напоминает Землю по размеру, силе, тяжести, основному химическому составу. Это позволяет предположить, что в прошлом на Венере, как и на Земле, были океаны. Сейчас планета раскалена до 460 градусов Цельсия. И только в ее атмосфере сохранилась крошечная толика воды. Если сконденсировать всю влагу на поверхности Венеры, она образует слой толщиной всего 3 сантиметра. Ну а как насчет нашего внешнего соседа Марса? По данным космических аппаратов, вероятно, ранее на нем тоже была жидкая вода. В те времена планету покрывала более плотная атмосфера по сравнению с настоящей. Она задерживала тепло на поверхности, смягчала перепады температуры. Затем из-за отсутствия у Марса магнитного поля солнечный ветер выдул в космос почти всю атмосферу, включая испарившуюся воду. Сейчас замерзший остаток H2O мы найдем на полярных шапках и в грунте. Хотя есть признаки того, что иногда на поверхности планеты образуются ручьи, но небольшие и очень холодные. Водяной лед обнаружен на Нептуне и Уране, карликовых планетах Плутоне, Церерия и Вильде, а также многих спутниках Энцеладе, Европе, Ганимеде, Титане. Под его толстым слоем могут скрываться океаны жидкой воды. Однако бесспорных доказательств этому нет. Найти воду на далеких экзопланетах еще сложнее. В то же время ученые на основании косвенных данных и моделирования объявили о наличии воды в атмосферах HD 209458b, XO1b, WASP-12b, WASP-17b и WASP-19b. Все они относятся к необитаемой зоне своих звезд. Более интересная ситуация складывается вокруг экзопланеты земного типа K2-18b. Мы отправимся к ней на расстояние 124 световых года от Земли и узнаем, что там происходит. K2-18b вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва. В атмосфере экзопланеты много водяного пара. Раньше его удавалось обнаружить только на газовых гигантах. K2-18b – первая скалистая экзопланета в обитаемой зоне звезды, где напрямую зафиксирован водяной пар. Для этого были проведены два независимых исследования на основе данных космических телескопов Кеплер, Спитцер и Хаббл. Открытие воды на каменистой экзопланете в обитаемой зоне звезды очень важно для науки. Это хорошая подсказка, как формируются небесные тела, пригодные для жизни, в том числе наша Земля. Астрономы рассчитывают больше узнать об этом благодаря космическому телескопу Ариэль. Его планируют запустить в 2028 году и оснастить приборами, предназначенными для определения состава атмосфер экзопланет. На их примерах мы, возможно, точнее определим происхождение воды на Земле. Возможно, разгадка поможет нам сохранить свои водные просторы, которые в последнее время уменьшаются. Мы слишком мало о них знаем, чтобы препятствовать катастрофе. Мировой океан изучен всего на 2-5%. Ученые шутят, что о нем известно меньше, чем об обратной стороне Луны. Нужно раскрыть его тайны, в том числе истоки, чтобы уберечь в будущем. Сейчас Земля видна из космоса как голубой шар. Такой она должна остаться всегда.